Медицинский флешмоб. В преддверии профессионального праздника студенты-волонтёры базового медицинского колледжа поздравили сотрудников городской клинической больницы скорой помощи. Сделать это ребята решили с помощью небольшой постановки. По сюжету девушке становится плохо на улице, но никто из прохожих не спешит ей помочь. Девушку вовремя спасает подоспевший врач. Движение волонтёров-медиков в 33-м рюне появилось два года назад. Недавно к владимирцам присоединились ковровчане и муромляне. Ребята не только занимаются пропагандой ЗОЖ в школах и университетах, но и помогают медсёстрам в Красном Кресте. Здесь они проходят и учебную практику. В самой больнице отмечают. Долгожданным подарком для врачей и пациентов станет ремонт нескольких отделений. В этом году планируем отремонтировать гнойную хирургию, травмпункт. Поэтому мы не стоим на месте. Наш коллектив всегда работает в таком экстренном режиме. Мы не знаем, с чем наши больные поступают. И это требует большой самоотдачи, сил, опыта, знаний. И у нас это получается. В самом колледже тем временем тоже праздник. Мэр города Ольга Деева стал инициатором значимого для учреждения подарка – четырёхсекционной медицинской функциональной кровати. Есть очень тяжёлые пациенты, которым дополнительные движения представляют, причиняют сильную боль. Поэтому надо, чтобы ребята уже со своей студенческой скамьи знали и пробовали использовать такое совершенное оборудование. У нас есть такое понятие, как симуляционный курс. То есть студенты должны пройти до того, как мы их, допустим, до практики с живым пациентом, то есть непосредственно уже в практическую деятельность, он должен пройти симуляционный курс. То есть для этого у нас мы закупаем различные фантомы, муляжи. И, конечно, эти муляжи и фантомы должны располагаться не на парте, а там, где они должны располагаться. То есть самый оптимальный вариант – это либо медицинская кушетка, либо медицинская функциональная кровать. Пока в руках директор учреждений сертификат на покупку кровати. Но уже со следующей недели студенты смогут практиковаться, используя фантомы. Евгения Полагина, Дмитрий Шаталов, Губерния, 33.